Я каждый раз просто благодарю Бога за то, что происходят в этой поездке такие события, потому что для меня это действительно благословение каждый раз. Каждый раз, когда мы приезжаем и проводим время с Богом, и просто хочу сказать, что это было действительно благословенное время, когда мы могли не просто принимать для себя что-то, но мы могли отдавать и славить Бога. И это было потрясающе ценное время послужить там, получить для себя очень много откровений, слова. Действительно, Бог был там, Он разговаривал с нами, Он говорил каждому из нас. Я верю, что реально Бог каждому из нас сказал то, что нам нужно было. Это большая ценность и большая благодарность вообще Богу и всем, кто организовал, кто служил там. Вообще, Саша сказала все, что можно было сказать. Очень трудно дополнить, но да, действительно, Бог чувствовал, что Он был там. И было много откровений, ответов на вопросы, вообще наполнения и знакомства с новыми людьми. И еще было как бы, еще мы до этого поехали в горы, просто вот посмотреть на горы. И тоже было такое восхищение природой, что вот Бог создал все это, потому что виды на горы — это просто что-то невероятное. Просто к морю мы уже привыкли, а вот к горам нет. И было очень круто вообще пообщаться со всеми. И вот это вот постоянное прославление, проповеди, было очень круто окунуться в эту атмосферу, потому что вообще в будние дни иногда не успеваешь об этом подумать, забываешь обо всем таком. А тут было такое наполнение, надеюсь, что мы наполнились надолго. Да, я тоже не знаю, как все это описать. Но я несколько назад тоже себе написала такое желание, что я хочу поехать с молодежью в горы. И вот спустя несколько месяцев так случилось, что и конференция там была, и мы решили еще отдельно взять день, чтобы покататься. И это прям как осуществление мечты было очень классно, очень круто провели время вместе, сблизились еще больше. Вот, на самой конференции реально получили очень много ответов. Даже девочки мне тоже несколько месяцев назад, да, или когда недавно тоже говорили, блин, ну почему никто об этом не говорит, кто же нам расскажет. И мы поехали туда, именно на эту тему с нами всеми поговорили. И тоже у меня были как бы, у меня в последнее время очень большие изменения в жизни, в характере происходят. Я тоже ехала и думала, блин, господи, что мне еще в себе изменить? И господь такой, вот тебе. Ну, блин. Я думала, что-то будет, да, что-то будет легко всегда менять. И, не знаю, как бы очень круто. И как бы всегда общение с братьями и сестрами очень круто проходит, потому что ты понимаешь, что есть тебе подобные. И как бы это такая большая поддержка, что ты, когда идешь в мир, ты знаешь, что за тобой еще куча таких же братьев и сестер, и они всегда тебя поддержат, всегда могут тебе подсказать, всегда могут дать тебе какой-то совет. И это очень ценно и круто, поэтому благодарим всех за это время. Да, как сказала Оксана, мы поехали на день раньше посмотреть на горы. И вот, приехав туда, еще раз убеждаешься о том, насколько Бог велик, когда ты видишь вот эту красоту, когда ты видишь эти холмы, эти горы, эти леса, насколько это красиво, и ты понимаешь, Боже, как ты это создал, насколько он креативный, насколько до мелочей он все продумал, все сделал. И еще раз понимаю и убеждаюсь, на какой прекрасной, благословенной земле я живу, мы все живем, потому что у нас есть возможность видеть и такую красоту, как горы, как леса, и при этом у нас, можно сказать, шаговой доступности и море, другие чудеса, другая красота. Да, сама конференция, соглашусь с девчонками, что Божье присутствие было на этой конференции, было настолько классно славить и хвалить, и поклоняться Богу, настолько крутое общение у нас, вот было общение для неженатых ребят, настолько оно было сильное, мощное, что мы даже говорили больше, чем девочки, чтобы вы понимали, обычно же наоборот, мужчина раз-два, а тут девочки закончили говорить, мы продолжили говорить, мы сделали перерыв 15 минут, сделать чай, кофе и дальше продолжили, да. Часа 4 мы говорили. Настолько... Часа 4 мы говорили. Да, настолько было... Часа 4. Часа 4. Не жалейте времени, не жалейте денег, потому что это стоит того, стоит, чтобы посещать, чтобы пребывать в этом общении, в поклонении. Это действительно благословенное и очень крутое время. Ну да, в горах было очень хорошо, воздух очень чистый, спалось очень хорошо. Да. Да, и ели мы очень много, очень часто. Да. Да, ну даже рыбу из пруда мы прям поели, очень свежее, свежепойменное. И последний, когда мы на последний день уезжали, была картошка с свининой. Очень классно. Ага. Да, ну там тоже получил ответы, там когда с мужиками говорили. Ну, так что все замечательно прошло. Да. Спасибо. Спасибо. У нас был первый семинар по пророчеству, с Украины тоже приезжала сестра, и мы попросили после семинара выйти, засвидетельствовать. И Пашка вышел и говорит, семинар был такой крутой вообще, я так много получила. Мы такие, ну что ты получил? Ой, я... Сестра сказала, что нужно есть мясо. Мне это очень понравилось. Вот. Ну, слава Богу, что у нас есть чувство юмора, да? А давайте за деток помолимся. Спасибо.